Всем привет, друзья! Не так давно беженцев из Украины, которые сейчас находятся за границей, очень сильно взволновал такой один вопрос, с которым ко мне достаточно часто обращались люди с таким вопросом. А именно, нужно ли украинским беженцам декларировать свои доходы, полученные за границей? То есть, нужно ли декларировать вот эти иностранные средства, которые вы получили за границей в виде помощи, вот этих пособий и так далее? Ведь в налоговом кодексе есть такая норма и есть пункт об иностранных доходах. Поэтому в данном видео мы вкратце с вами рассмотрим эту ситуацию и я расскажу, что же сейчас нужно делать и поделюсь интересными новостями. Но перед началом видеоролика хотел бы напомнить, что мы делаем различные документы для заезда в Польшу. Приглашение, страховки, помощь в открытии рабочей визы, как для людей, которые находятся на территории Украины, так и для тех, кто находится в Польше и хотел бы открыть визу без присутствия. То есть, с этим всем помогаем. Ну что же, а мы начинаем. Так вот, что же касается вот этой темы и декларирования своих доходов, так вот, об этом также есть сюжет на пятом канале. И почему я вспомнил про этот сюжет? Потому что именно его мне и отправляли подписчики с таким вопросом и недоумением. И я вам также покажу вот кадр из этого видео, чтобы вы понимали, о чем там идет речь. Если человек, проживая на территории другой страны, использовала право на тимчасовый захист, соответственно, законодательства такой иноземной страны, и получила помощь от иноземных стран и их государственных фондов, то такая человек декларирует как иноземные доходы. Загалом, такую декларацию мают подать все украинцы, которые получили доходы, но не сплачевали за них податки. Під час заповнення звиту вы самостоятельно вираховываете сумму податку на доходы физических осіб, это 18%, и військовый сбор, это 1,5%. И их нужно сплатить до бюджета. Так вот, как вы поняли из этого видео, что если лицо, находясь на территории другого государства, и воспользовалась в этом государстве правилом на временную защиту, в соответствии с законодательством вот этого государства, и получала там помощь от вот этого государства, либо же какие-то благотворительные, либо от каких-то благотворительных фондов, то такое лицо декларирует эти деньги как иностранные доходы. То есть, такую декларацию должны подавать все получающие доходы украинцы, которые получают за границей. Но что важно добавить, и как вы также услышали из данного видео, что сами по себе вот эти социальные выплаты, они не облагаются налогом, но все же, как говорят юристы, подавать вот эту декларацию необходимо, чтобы налоговая служба видела, откуда у человека вот этот доход. Правда, большинство беженцев об этом не знают и видят только кричащие заголовки о том, что нужно платить налоги с социальных выплат, которые получаете за границей. А также, чтобы я еще хотел добавить, такая хорошая новость, которая вот произошла на днях, это тот факт, что Верховная Рада Украины, она приняла законопроект 7632, в котором, в частности, и говорится, что если резидент Украины получает иностранные доходы, которые не облагаются налогом, то в этом случае он освобождается также от обязанности подавать вот эту декларацию, о которой мы с вами говорили выше. То есть, этот законопроект отменяет вот эту обязанность иностранца подавать декларацию в случае, если вы получали такой доход, либо вот такую помощь за границей, что, конечно же, хорошая новость. То есть, таким образом, гражданин Украины не должен подавать вот эту декларацию, если по предварительным критериям он не является налоговым резидентом Украины. Так говорится в законе. И если, возможно, кто-то не понимает такую формулировку, то, чтобы вы понимали, в законе написано, что подавать декларации должны только налоговые резиденты Украины. Ведь статус резидента определяется по критериям, и первым критерием является это место жительства самого человека, а затем уже место постоянного проживания, центры жизненных интересов и так далее. Так что подавать налоговые декларации теперь не нужно, также в связи с выходом вот этого подписания и принятием вот этого законопроекта. Поэтому, друзья, новость хорошая. Надеюсь, для большинства людей я ответил на те вопросы и на ту тревогу, которая у них была в связи с этим. Поэтому распространите это видео, чтобы как можно больше людей увидело и успокоились, понимали всю объективную ситуацию. А чтобы вы были в курсе других основных новостей, обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить основные новости. Ну что же, друзья, а я, как всегда, хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок. Во-первых, это группа Viber с работы в Польше, вакансии постоянно обновляются, поэтому подпишитесь и следите. Во-вторых, это мы делаем различные документы, как я сказал в начале видео. А третье, это бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому регистрируйтесь уже сейчас, а деньги переводите позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok